Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем беседы по рождественскому синопсису. Напоминаю, синопсис – это согласование разных евангельских текстов по одной теме, в данном случае по теме Рождества. И если в прошлый раз мы говорили о том, как пастухи поклонялись Бога-младенцу Иисусу, то, что записано в Евангелии от Луки, то сегодня будем говорить о поклонении волхвов. Но об этом рассказывается только в Евангелии от Матфея. Таким образом, евангелисты как бы дополняют друг друга. Лука ничего не пишет о волхвах, а Матфей ничего не пишет о пастухах. Один из них дополняет другого. Таким образом, Евангелия, они находятся в согласии один текст с другим. Не случайно, что три первых Евангелия называются синоптические, то есть сходные. Итак, поклонение волхвов. Об этом рассказывается в Евангелии от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. И мы читаем. Чудесное событие. И святитель Амбросий Медиаланский пишет. Эти награды, вечные обители Царства Небесного, предлагаются не только избранным, то есть евреям, но и всем, потому что Христос все и во всем. И действительно, в послании к Колоссянам, 3 глава, 11 стих, сказано о Христе, где нет ни Элина, ни Иудея, ни Обрезания, ни Необрезания, Варвара, Скифа, Раба, Свободного, но все и во всем Христос. И далее святитель Амбросий Медиаланский пишет. Недаром Авраам поверил Богу через халдеев, которые славут искушенными, в расчетах светил, а волхвы, хотя они искали милости Божией с помощью магического искусства, уверовали в рождение Господа на земле. Я повторяю, что это не случайно, но во свидетельство Богопочитания и как пример богобоязненности у чужих народов. Надо сказать, что в те времена ощущение свой-чужой было более обострено. Люди жили замкнуто, каждый народ считал только себя народом в таком подлинном смысле слова. Например, римляне считали все остальные народы, что это варвары, и только римские граждане – это полноценные люди. Подобно и иудеи относились очень пренебрежительно к людям других национальностей, и мы знаем, как Христос преодолевал такое их состояние. Абруси Медиаланский пишет, но кто эти волхвы? Не ведут ли они, как учит история, свой род от Валаама, который пророчествовал? Валаам – это был языческий пророк. О нем рассказывается в книге «Чисел». И когда еврейский народ шел через землю мавитян, то мавитские князья пригласили этого языческого пророка, чтобы он проклял еврейский народ, взирая на их стан со стороны. Но с какой стороны не ставили они Валаама, он благословлял еврейский народ. И за это он сподобился видения Вифлеемской звезды за тысячелетия до самого этого события. Вот это пророчество, это книга «Чисел», 24 глава, 17 стих. «Вижу его, то есть Христа, но ныне еще нет, зрю его, но не близко, восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых». И святитель Амвросий продолжает. «Значит, они его наследники, вот эти волхвы, наследники Валаама, языческого пророка, они его наследники по вере не менее, чем по роду. Он видел звезду в духе, а они увидели глазами и уверовали. Они увидели новую звезду, невидимую от сотворения мира. Они увидели новое творение, и не только на земле, но и на небе взыскали благодать нового человека». Действительно, Христос – это новый человек, сын человеческий с большой буквы. И в свое время меня поразила цитата крайнего безбожника Людвига Фербаха в своей «Истории философии». Он в самом начале пишет, что до появления христианства человека как такового не существовало. Человек мыслился национально. Грек был греком, римлянин – римлянином, египтянин – египтянином. И только с появлением христианства появилось понятие о человеке, как о сыне человеческом с большой буквы. Такое свидетельство безбожника, оно многого стоит. И мы читаем далее. «Услышав это, то, что волхвы пришли в Иерусалим и спрашивают, где родился царь Иудейский. Услышав это, Иерод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним». Владыка Аверкий Таушев, архиепископ, пишет, «Эти слова волхвов вызвали тревогу у Иерода Великого, так как сам он не имел никаких законных прав на иудейский престол, был эдуменянином и, будучи тираном, вызвал ненависть своих подданных к себе. С ним встревожился и весь Иерусалим, опасаясь, может быть, новых репрессий со стороны встревоженного необычными вестями Ирода». Ирод не принадлежал колену Иудину, откуда были все законные цари над еврейском народом. Он даже не был евреем, он был эдуменянин. Он купил это положение царя Иудея у римлян за большую взятку. За что, кстати говоря, сами римляне презирали его. Но было это предсказано еще в ветхозаветные времена, за несколько тысячелетий до Рождества Христова было предсказано, что Мессия, Примиритель, родится тогда, когда царская власть будет отнята от колена Иудина, то есть царем над евреями станет не еврей. Это книга Бытия, 49 глава, 10 стих. Умирающий патриарх Иаков, внук Авраама, сын Исаака, пророчествует. «Не отойдет скипедр от Иуды» Скипедр – это символ царской власти. «И законодатель отчесил его, доколе не придет примиритель» Примиритель – это Христос Мессия и Ему покорность народов. Какие точные слова. Здесь говорится о том, что Христос родится тогда, когда скипедр отойдет от дома Иуды и будут цари не из дома Иуды, и даже не евреи, это прежде всего Ирод и его потомки. И законодатель отчесил его. Евреи потеряли тогда законодательную власть. Они, например, могли Христа приговорить к смерти, но исполнить приговор они не имели права. Они пошли к Понтию Пилату, как последние коллаборационисты, и стали выпрашивать, чтобы римляне-язычники утвердили этот приговор». Какое-то точное пророчество в книге Бытия. «Доколе не придет примиритель, и Ему покорность народов, многие языческие народы, британцы, галы, римляне, эллины, они преклонятся с покорностью перед знаком Креста и примут святую веру Евангелия». И далее мы читаем, действия Ирода были следующими. «И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали Ему Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудинах, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля». Архиепископ Аверкий Таушев пишет, «В подлинном пророчестве Михея замечательное указание, что Мессия только произойдет из Вифлеема, но не будет жить там, и что действительно его происхождение от начала, от дней вечных». То есть, как Сын Божий, Он безначальный. А родившись в Вифлееме в исполнении пророчества, Он потом как бы и не появляется в этом городе. Мы чаще его видим в Иерусалиме, в окрестностях Иерусалима, в Капернауме, в Галилее и в других местах. Как это пророчество звучит у самого пророка Михея? «И ты, Вифлеем, Эфрафа, мал ли ты между тысячами и юдинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Ни об одном человеке нельзя сказать, что его происхождение от дней вечных. То есть, Он безначальный. Таковым является только Бог. И далее мы читаем, «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды и, послав их Вифлеем, сказал, «Пойдите, тщательно разведайте, младенцы, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему». Они, выслушав царя, пошли, здесь очень интересное толкование предлагает святитель Григорий Двоеслов, Григорий Двоеслов, Папа Римский. «До известия о рождении нашего царя, а наш царь – это Христос, Ирод обращается к хитрым средствам, чтобы не лишиться земного царства. Он требует, чтобы ему возвестили, где находится отрок, притворяется, что хочет ему поклониться, чтобы истребить. Но что значит человеческая злоба перед Божьим советом? Ибо написано, нет мудрости, нет разума, нет совета вопреки Господу». То есть, ничто это не устоит. «Явившаяся звезда приводит волхвов, они находят родившегося царя, приносят дары и во сне получают наставление не возвращаться к Ироду». Таким образом, получается так, что Ирод не может найти Иисуса, которого ищет. «Кого иного символизирует Ирод, как нелицемеров, которые притворно ищут, но никогда не заслуживают того, чтобы найти Господа». И сейчас тоже есть такие лицемеры, псевдоученые, которые говорят, что они пытались найти исторического Иисуса, у них никак это не получается. Христос объясняет, почему некоторые люди не хотят идти к Нему, приближаться к Нему. Это связано с тем, что Он есть свет, а эти люди ходят во тьме, и они боятся, что во свете, если они будут приближаться к Господу Иисусу, обнаружатся их злые дела. Только привязанность к грехам, любовь к порокам и беззакониям мешает человеку приблизиться к Господу Иисусу. И далее мы читаем «И все звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец». Блаженный Феофилакт поясняет, что звезды так по небу не ходят, то идут, то пропадают, то останавливаются, то приближаются. Ведь звезда зависла над домом, где находился богомладенец Иисус. А если звезда висит над городом, говорит Блаженный Феофилакт, всем кажется, что она висит над его домом. И чтобы она точно указала конкретное место, она должна приблизиться к дому. Это не звезды, наставит Блаженный Феофилакт. Звезды так себя не ведут. Под видом звезды по небу перемещался ангел. А почему ангел не явился волхвам, как ангел? Волхвы не знали, кто такие ангелы. А вот еврейские пастухи знали, и им откровение было в виде ангелов. А восточные волхвы, они увлекались астрологией, они смотрели на небо, они были как бы потомством того языческого пророка, который первый увидел эту звезду. И они помнили это пророчество. И в соответствии с их убеждениями к ним и является звезда, точнее под видом звезды является ангел. В советское время, я помню, некоторые такие ученые, они говорили, а посмотрите, как эта звезда изображается на иконах. Видите, это космический корабль, там же внутри кто-то сидит. Это ангел внутри изображается, который под видом звезды путешествует по небу. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великой и войдя в дом, стоп, войдя в дом. Когда произошло чудо рождения Христова, конечно же, пастухи сделали все для того, чтобы они переместились в дом. Кто-то с радостью принял в своем доме святое семейство. И если пастухи приходят в пещеру, там, где ясли, то волхвы, они приходят в дом. Это мы видим в тексте. Хотя на иконах могут изображать приход и волхвов, и пастухов в пещеру. Это символическое изображение. Оно не нарушает исторической реальности. И что происходит далее? И войдя в дом, увидели волхвы младенца с Марией, матерью его. И пав, поклонились ему. И открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну. Волхвы, как считается, они два года шли до Иерусалима. Ведь Ирод выведал от них время появления звезды. И они сказали, что она появилась два года назад. И Ирод не знал, то ли царь иудейский Христос родился два года назад, когда они ее увидели, то ли к тому моменту, когда они пришли в Иерусалим. И чтобы не ошибиться, злокозненный Ирод даст приказ избить всех младенцев от двух лет и ниже. От двух лет и ниже. Волхвы приносят дары золота, ладан и смирну. Два года они путешествовали с ангелом. Я не знаю как, но они были наставлены в великих духовных тайнах. Они поклонились младенцу как царю царей, как Богу и как истинному человеку, которому надлежало умереть. Это видно из тех даров, которые они принесли. Святитель Амвросий Медиаланский пишет, сначала он цитирует, «И открыв сокровища свои, принесли ему дары золота, ладан и смирну, выполняя исповедание язычника в Христу и показывая, что исполнено пророчество Исаии, сказавшего, все они из Савы придут, принесут золото и камень драгоценный, чтобы возвестить славу Господа. И все овцы кедарские будут собраны и овны нефаи овские придут, взойдут на алтарь твой жертвой благуханной». То есть Исаия предсказывал, что придут инородцы и прославят Господа. И тот час, узнав его и открыв свои сокровища, продолжая там в Росе Медиаланский, самими этими дарами они показали, что поклоняются Христу вместе со всем языческим народом. Узнаем в нем царя и узнав в нем царя, они принесли ему чистые начатки и драгоценность святых, сбереженное у себя золото. Постигнув его божественное и небесное начало, принесли благоухание Ливана, Ладана, образ чистой молитвы в приятное благоухание Духа Святаго, а постигнув его человеческое земное погребение, принесли Смирну. Что получается? Они принесли ему как царю золото, как Богу Ладан, как человеку, которому предстояло умереть, Смирну. Ибо и смирно изготовлялся бальзам, которым натиралось мертвое тело человека. Так было принято на Востоке. И получив во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Господь не захотел, чтобы эти люди, теперь ставшие христианами, они бы участвовали в политических интригах тирана Ирода. Господь не хочет, чтобы духовные люди приближались к тиранам, к жестоким правителям, поддерживали бы жестокие режимы, где расправляются, в том числе, и с беззащитными людьми, где даже возможно, это мы увидим после избиения младенцев. Святитель Григорий Двоеслов, Папа Римский восклицает, «Но великое нечто внушают нам волхвы тем, что они возвращаются в страну свою иным путем». Как мы прочитали, что они иным путем отошли в страну свою. посмотрите, как аллегорически Папа Римский Григорий Великий, Григорий Двоеслов объясняет эти слова иным путем. «Ибо что они делают по наставлению, тем самым подлинно внушают нам, что мы должны делать. Наша страна есть рай, в который по познанию Иисуса возвращение тем путем, которым мы идем, нам возбраняется». То есть, чтобы вернуться в рай, надо иным путем идти, не тем путем, каким мы ходили, живя, как язычники, как безбожники. Поэтому идти иным путем означает изменить свой образ жизни. Представьте себе, человек шел в одном направлении, он был уверен, что это правильное направление, и вдруг его убеждают, что он неправ, что надо идти в противоположном направлении. Он разворачивается на 180 градусов и идет в противоположном направлении. Все, что было справа, стало слева, все, что было слева, стало справа. Такое состояние называется покаяние, по-еврейски тешуа, то есть такое изменение образа жизни и мысли, когда мы не можем ходить прежними путями. мы хотим ходить в обновленной жизни иными путями, а именно стезями Христа. Как апостол Петр пишет о Христе, он наставил нам пример, дабы мы шли по его стопам его стезями. И вот святитель Григорий Двоеслов, очень такой тонкий экзогет, он это отмечает. И даже более, смотрите, что он пишет далее. «Ибо мы отошли от страны своей гордостью, то есть от Божьего рая отошли мы гордостью, неповиновением, пристрастием к видимому, вкушением запрещенной пищи, скоромной, а для возвращения в нее, то есть в рай сладости, необходимы плач, повиновение, презрение видимого и обуздание пожелания плати. Следовательно, мы возвращаемся в страну свою иным путем, потому что отшедшие от райских радостей через наслаждение призываемся назад к ним через рыдание. То есть ради плотской радости покинули рай, а теперь через рыдание и скорбь можем туда вернуться. Итак, сегодня мы оканчиваем еще одну беседу по рождественскому синопсису. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз у нас будет новая беседа. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых наших встречах. И берегите себя. Христос рождается. Славите!